Добрый день, дорогие друзья! 24 апреля 2021 год, Анапа, район Сокого берега, и мы спускаемся на пляж 40 лет Победы. В этом году, к началу курортного сезона, этот пляж подготавливают гораздо более активно, гораздо более активнее, чем это делалось в предыдущие года, и в этом году здесь уже установили и продолжают устанавливать множество новых инфраструктурных элементов. Сегодня температура воздуха в Анапе порядка плюс 16-17 градусов, и огромное количество людей стремились на пляжи. Давайте мы с вами посмотрим, что здесь да как, какие на этом пляже обновления последние на сегодняшний день. 24 апреля, и тщательные дни остались до официального открытия курортного сезона. Открытие курортного сезона в этом году в Анапе намечено на 1 мая. Посмотрите, основы для тентов, деревянные дорожки, кабинка для переодевания, много мусорных урн, детская площадка, и там далее находятся беседки для отдыха и с мангальными зонами. То есть вот те беседки с очень-очень сомнительным вариантом отдыха, который предположительно будет портить воздух всем другим людям, и многим, большинству людей уже как бы не видать свежего воздуха, который был на этом пляже хоть в какой-то степени по прошлым годам. И здесь у нас новые точки кафе, новые насыпи, и пойдем посмотрим, что там у нас в той стороне находится из вновь установленных модулей. Вот посмотрите, пожалуйста, наглядно, как выглядит один из спусков на пляж 40 лет Победы, который сейчас активно благоустроивает спуск уровня Козья тропа. И я так полагаю, что без каких-то специальных навыков альпинистических вы не сможете прилеть этот спуск ни вверх, ни вниз. Но если вы немного альпинист, то да. И тут плюс соответствующая обувь нужна, кроссовая такая для пересеченной местности. Тем не менее, люди с детьми, с детскими колясками пытаются подниматься, спускаться здесь. Как вам такое, ребята? То есть, ну, минимально хотя бы можно было бы сделать там поручни, ступени, как и некоторые другие спуски у нас в Анапе, в районе высокого берега. Ну, зато посмотрите, что тут у нас здесь происходит внизу, да, что происходит внизу. Что происходит вверху, мы уже посмотрели, теперь вспомним, что здесь происходит внизу. Мы с вами дошли уже до крайнего мола, вот этого искусственного маленького выступа. Здесь у нас основа для шатра, здесь, судя по всем, будет кафе. Одно из нововведений в этом сезоне на пляже «Сорок лет Победы». И здесь беседки для отдыха, кабинки для переодевания. И там дальше как бы уже благоустроенная часть заканчивается пляжа «Сорок лет Победы» в районе Сокоберега, в районе парка «Ореховая роща» в Анапе. Как, мне кажется, вот одни люди там дальше еле поднимаются, а другие что-то остановились и не могут какой-то маршрут преодолеть. Ну, вы скажете мне, типа, есть же другой спуск, да, более благоустроенный. Но, допустим, вот эти люди, они хотят сократить, они хотят сократить километр пути, чтобы километр не обходить, чтобы пройти коротким путем. И, по идее, здесь должен быть благоустроенный спуск, а еще лучше, чтобы здесь был лифт. Вполне вот это, здесь рельеф склонного сока берега позволяет сделать, простите, берегу крепительной работы, поставить лифт. Но, ребята, как говорится, есть один лифт в Анапе на пляж и хватит, да, когда будет поставлен хотя бы еще один, это уже большой-большой вопрос. И еще вот хочу обратить внимание, сегодня ветер северо-западный, и ветер дует вот так. Сейчас нам в лицо дует, с той стороны. Там кто-то пришел с мангалом, развел дымок, может быть, вы его видите. И тут весь воздух мангальный, вот этот дым, гарь, копоть, средства для розжига, все вот эти вони, канцерогены, собственно, от жареного мяса в воздухе. Кстати, ребята, если вы не знаете, то могу вам сказать то, что вот дыхание воздуха с дымом от жареного мяса, от жареной органики, она приравнивается к дыханию сигаретного дыма. То есть, если бы, допустим, рядом с вами какой-то человек курил бы, то примерно то же самое, такой же самый вред. Если кто не знал, да, когда это дойдет до каких-то официальных нормативов, да, поведения на пляже, ну, не знаю. С таким отношением к экологии, как мы видим, например, на примере попыток некоторых дельцов разрушить некоторые участки уникальных печатных пляжей и срыть некоторые дюны, я думаю, что дойдет не скоро до официальных каких-то нормативов. Запрет и на курение в общественных местах, которые сейчас есть, но, как вы думаете, здесь он соблюдается, не соблюдается. То есть, я думаю, тут патруль должен ходить, чтобы этот запрет соблюдали. Ну, и запрет на аналогичные некоторые действия, связанные с дымом, выбрасываемым в окружающую среду. То есть, если вот вы любители свежего морского воздуха, как и я, да, как и многие люди, в принципе, если вы хотите прийти подышать свежим морским воздухом, когда приходите на пляж загорать, купаться летом, то на этом пляже я сомневаюсь, что это вам удастся сделать. Кстати, посмотрите, один из моих предыдущих репортажей, там я близко подробно показывал ту мангальную зону. Здесь примерно 10 беседок, рядом с которой стоит жаровня, рядом с которой стоит мангал. И вот здесь вот люди пришли, вот такие дикие жаровни себе поставили, и от них уже идет дым. То есть, можно предположить, что будет, если включат все 10 мангалов как элемент благоустройства. Кстати, ребята, еще одно уточнение, если кто не знает. Вот тот спуск, по которому сейчас очередные люди поднимаются, он уже ведет вниз набережной. То есть, набережная заканчивается где-то вот здесь, здесь как раз-таки край набережной. Вот там он находится, вот там, куда сейчас смотрит камера. А здесь уже не набережная, а здесь уже просто высокий берег. Тоже есть в некоторых наших других репортажах подробно мы это место освещали, показывали. То есть, а жилые комплексы-то здесь рядом стоят, люди поднимаются, как говорится, к себе домой. Им нужно преодолеть вот эту козью тропу, им нужно преодолеть какие-то заброшенные места, отсутствие полностью набережной, благоустройства, чтобы добраться к себе до дома. Ну и обратно, чтобы уйти к морю, да. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите это видео лайком. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, будьте всегда на связи с вашей любимой Анапой, с вашим любимым Черным морем, будете всегда в курсе самых важных, актуальных новостей по Анапе. И, пожалуйста, выскажите свое мнение, скажите, пожалуйста, напишите в чате, напишите в комментариях, вот насколько это адекватно, насколько это вообще нормально. Вот так вот, не знаю, прикалываться над людьми со стороны некоторых дельцов, некоторых чиновников и игнорировать потребности людей, вот в данном случае в виде нормального спуска, как минимум нормального спуска, это же несложно сделать. Люди еле-еле поднимаются. И сделайте, пожалуйста, максимальный репост этого видео, пусть как можно больше людей знать, что такие проблемы в Анапе есть. Продолжение следует...